В Красноярске 30 лет люди живут рядом со стихийной свалкой. Каждую весну ее засыпают с землей, но зимой здесь опять скапливается куча мусора. Добиться решения проблемы жители не могут. Кто должен следить за этой территорией? Почему председатели двух садовых объединений не могут договориться между собой? Ответы на эти вопросы в авторском проекте Елисея Савлюка «Простая история». Мы сейчас находимся на правом берегу между СНТ «Заря» и СНТ «Шинник». И здесь образовалась вот такая стихийная свалка. Жители говорят, что скидывают сюда и опилки, и строительный, и бытовой мусор. Причем кто это делает, непонятно. Люди опасаются, что скоро это все может загореться, а огонь перекинется на жилые дома. Пожары здесь уже были, рассказывают местные жители. Когда загоралась трава, люди выбегали из своих домов с ведрами и тушили ее. У свалки в этом году юбилей 30 лет. Раньше на этой большой поляне проводили мотокросс и отдыхали. Сейчас же сюда стараются лишний раз не ходить. Ветром отходы разносятся и по дачным участкам. Люди говорят, только уберешь один мусор, как прилетают уже следующие. Поймать за руку тех, кто устроил здесь свалку, жители не могут. Машины приезжают, высыпают. А, то есть машины. Даже машины приходят, высыпают. Возможно, что из города сюда тоже могут. Да. Мы по дороге ехали, видели, там кучу слева, с правой стороны. В машинах ходят раз. Или вечером, или ночью. Мусор убирают каждую весну, но и это не спасает. Осенью и зимой куча отходов вновь на своем месте. Что делать в этой ситуации, люди не знают. Заключить договор с региональным оператором не вариант. Из-за очень высокой цены на услуги. За вывезенный куб мусора из СНТ рекоператор просит около 1200 рублей. При этом тот же объем жителям частного сектора обходится всего в 90. И такая разница в цене садоводов не устраивает. Прописку-то даем не мы, не председатели и никто. А людей же прописывают в центре, ну, в городе. Мы же с Средловскому району относимся. Только почему у нас цена такая получается, с Ростехом разная? Вывозка СНТ такой куб стоит. Вывозка сейчас там в секторе другой. При этом на каждом столбе расположились вот такие объявления отчастников. Жители говорят, как раз они и могут вывозить мусор у одних, а скидывать его другим. Ведь сейчас, чтобы привезти отходы на полигон, нужно заключить договор. Сбросить их во враг куда проще. Мы позвонили по номеру, указанному в объявлении. Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Сами жители СНТ Шини, кому и принадлежит эта свалка, на разговор идут неохотно. Кто скидывает мусор, не знают. А кто должен убирать? Кто ее сваливает, может, вы знаете? Не знаю. Кто сваливает? Ну, как? Кто? Кто вообще должен убирать? Кто-то, может, обращался куда-то, чтобы ее убирать? А вы куда обращались сами? Мы приехали вот сейчас. А вы куда сами обращались? По поводу свалки? Так мы-то тут не живем, вы тут живете. Вы, может, куда-то обращались по поводу нее? Вы покараульте здесь и посмотрите. А это не сами жители скидывают? Потому что нам говорят, что сами. Не знаю. Председателя СНТ Шиник на месте не оказалось. В телефонном разговоре женщина пояснила, что это место не относится к их территории. Якобы это земли общего пользования. Говорит, каждую весну она заказывает грейдер и глину, и мусор засыпают. Сделать это пообещала и в этот раз, после 10 мая. Заявляет, что отходы туда скидывают в том числе и жители СНТ Заря. На место даже вызывали пожарную охрану. Она выписала предписание засыпать свалку и скашивать траву. Получается, два председателя просто не могут договориться между собой. Я никому не жалуюсь. Хорошие коллеги. Я знаю причину, да. Причину. А какая? То есть они лучше не копают под меня, а то я сейчас так буду копать. Туда валят все, туда привозят и диваны. Вечером все нормально, утром просыпаемся, все, уже мебель кто-то привез. Понимаете? Камеру там поставить никак нельзя, потому что там дни столбов нет. И как там лазить и лазить, смотреть эту камеру. Потом ее разобьют. В администрации Свердловского района подтверждают, эта территория не принадлежит ни одному из СНТ. Поэтому устранять там свалку будут они. Точных сроков не называют, добавляют лишь, что жалобы на нее уже были. Поэтому в графике уборка этой территории запланирована. Там говорят, что ведут работу в том числе и с жителями. Обсуждается вопрос установки в этом районе контейнерной площадки. Но договориться пока не удается. Ведь никто из местных не хочет видеть свалку рядом со своими домами. Поэтому тут уже нужно выбирать жителям. Либо ставить площадку, куда и будет выкидываться мусор. Либо продолжать жить рядом со стихийной свалкой и бояться проснуться в полыхающем доме. Теперь расскажу о том, что делать, если рядом с вами образовалась стихийная свалка. Нужно выяснить, к кому относится этот участок. Если он принадлежит, например, вашему СНТ, то и следить за ним должны вы. В этом случае можно заключить договор на вывоз мусора с региональным оператором. Однако этот способ удобен только для жителей частного сектора. У них цена за вывоз отходов будет намного ниже, чем для СНТ. Если место, где сбрасывают отходы, не принадлежит жителям, то обращаться нужно в администрацию района. Они обязаны отреагировать и убрать свалку. При этом сейчас появилось новое приложение, которое называется «Мусор в городе». Его запустила Минэкологии края. Пока она доступна только для владельцев телефонов с системой Android. Через него можно отправить жалобу на незаконную свалку. Для этого нужно указать местоположение на карте и прикрепить фото. Реагировать на такие обращения будут рекоператоры, управляющие компанией и мэрия. А теперь вернемся к проблеме предыдущей серии. В ней мы рассказывали про жителей дома на правобережье, в котором есть квартиры посуточно. Люди жаловались на постоянный шум и драки. При этом в прокуратуре говорили, что такая деятельность незаконна. Сдавать квартиры можно только на долгий срок. Жители рассказали, что после нашего сюжета компания продолжает заселять людей, но надоедать постояльцы перестали. Также люди обратились в Роспотребнадзор, но оттуда им пришел вот такой ответ. В нем сказано, что они провели проверку и ничего не обнаружили. Правда, адрес указан другой красноярский рабочий 165. А обращались жители из Красраба 165Г. Сегодня в ведомстве нам рассказали, что проверку они провели. Никаких вывесок на дверях там якобы не нашли. Хотя ранее мы показывали, что на каждой такой квартире есть табличка с номерами телефонов. Накануне также стало известно, что после нашего сюжета прокуратура начала проверку. О ее результатах мы обязательно сообщим. А мне остается только напомнить, что о своих проблемах, которые никто не стремится решать, вы можете сообщать к нам в редакцию по телефону 2 900 333. Мы приедем на место и постараемся помочь.